Татарский язык сегодня входит в тройку самых изучаемых языков в России, наряду с английским и русским. Он входит в тюркскую языковую группу, а значит, человек, знающий татарский, может изъясняться со многими представителями этой языковой группы. Кто знает, может, наши дети будут строить дороги в Казахстане или добывать газ в Тюркмении. В России с каждым годом становится все больше иностранных рабочих, в основном из республик Средней Азии. Когда я иду на рынок и говорю продавцу урюка «Салям алейкум, истин Саума», он меня понимает. А посмотрите, кто водит наши автобусы, кто убирает наши дворы. Нам предстоит жить вместе, предстоит общаться, предстоит находить общий язык. И знание татарского здесь очень понадобится. Есть регионы России, где это хорошо понимают. Если проехать от Казани 700 километров на северо-восток, попадете в Бардымский район Пермского края. А район этот уникален, во-первых, тем, что 90% его жителей – это татары и башкиры. И, во-вторых, тем, что практически каждый житель этого района, будь он русский или другой национальности, легко изъясняется на двух языках. В чем и убедились наши корреспонденты. В 700 километрах от дома здесь ощущение родины все равно не покидает. Ландшафт Пермского края не сильно отличается от нашего, но и не в этом дело. Дело в людях и в том, что создано их руками. Мы как будто где-то на юго-востоке республики. Где татары там нефть, говорят. Нефти и здесь немало. И всюду родные деревенские мотивы. Краски родные. Даже герб Бардымского района во многом схож с нашим. Собственно, герб Татарстана в свое время и брали здесь за основу. Но все же, где мы? Бардымский район расположен на юге Пермского края, неподалеку от Удмуртии и Башкортостана. Население 28 с лишним тысяч человек. 93% татар и башкир. Кого же больше? Согласно переписи 89-го года, башкир здесь было аж 95%. Однако ситуация заметно меняется из года в год. По переписи 2002-го башкир уже 65%, татар 35%. Официальных данных последней переписи еще нет, но в районе уже уверены. Соотношение теперь, как минимум, равное. Так за кого болеете все-таки? За Салат Юлаев или за Акбарс? Рубин. Конечно. Мне Рубин самый главный. Родственник Габдулы Тукая по материнской линии Рафик Акманаев душой всегда в Казани. Несмотря на то, что до Уфы отсюда намного ближе. Переписносения не было. Жена говорит, я башкирка, разговариваю на татарском. Я говорю, я татарин. Татарин уже, наверное, результат нормальный будет, я думаю. Кто-то раньше себя видел башкиром, теперь вроде как татарином. А почему так происходит? Ну, не знаю. Может быть, и роль сыграло то, что если год назад, в последние годы у нас функционировало наше телевидение здесь местное и радио. Бордымский район – район дотационный, несмотря на всю свою нефть. Но вот сил хватает и на содержание местного телевидения, понятно, исключительно на татарском языке, и на радио тоже на нем родном, и на газеты. Вещание местного ТВ причем с каждым годом все увеличивается. В районе, во всем районе, говорят фактически только на татарском. Нет здесь башкирского языка. У нас в районе все по-татарски только говорят. Даже русские? Даже русские. В этом плане мы уникальный район, да. Чисто русских, которые не владеют, не знают, не понимают, таких почти нет. Они единицы, которые только-только переехали. На огромных просторах нашей необъятной такого действительно нигде и не встретишь. Поезжайте в любую деревню, зайдите в любой дом, скажите пару слов по-татарски, вас поймет любой. Как поймет вот такая, например, деревенская жительница Вера Крючкова. Сотрудникам любого районного ведомства просто неприлично не знать татарский язык. Хотя никого тут, конечно, не уволят за пробелы в образовании. Иногда мы начинаем спрашивать у наших мужей, например, а как это будет перевод на русский язык, вот это слово? Они начинают смеяться и говорят, ну вы вообще дошли. Здесь ведь никто не принуждает изучать? Нет, нет. Я часто разговариваю на русском языке, я перехожу на татарский язык, я границы не замечаю. В одном коллективе собирается народ и ставится на повестке дня один вопрос. Какая нация самая сексуальная? Все говорят татары и башкиры, но мы русские немножко так. Начинаем возмущаться и говорим, а почему не мы? Они все говорят, когда мы собираемся одной большой компанией, мы поем всегда одну и ту же песню. Куда лягим, куда лягим. Куда лягим, куда лягим, куда лягим, куда лягим. Татарский язык здесь, в обязательном, конечно, порядке, изучают и в школах, и в детских садах. Единственное исключение для детей из русских семей. То есть отказаться можно, но таких почти нет. Дети, трое детей у нас, три дочери, они уже в школе изучали татарский язык. Вы же могли отказаться от татарского языка? Как я могу отказаться? Для меня он уже как родной язык. Идеальной ситуации с национальным образованием в Бордымском районе тоже, конечно, нет. Это Россия, и законы одинаковы для всех. Почти треть всех национальных школ района сегодня под угрозой оптимизации. Но здесь могут постоять за себя. Вот эту школу в деревне Кармановка, татарскую школу, отвоевали в прошлом году всей деревней. Если школу закроют, конечно, уже считайте, что уже вся деревня погибает, как говорится. То есть есть такие примеры были? Да, конечно уже. Русские деревни, вот мы слышим, слышим только, какие-то там деревни были. В районе уже готовятся к новым битвам за национальное достояние, за выживание нации, если хотите. Язык нации, дух нации, как говорят в народе. И, наверное, ничего не может угрожать тому лишь народу, который так бережно относится к корням. В котором люди разных национальностей. И есть этот один народ. Самобытность наша здесь, уникальность в этом плане. Я считаю, что если человек ладеет двумя языками свободно, то это вообще здорово. Человек гораздо богаче становится. Поняли? Да, все понятно. Ну все. Михаил Любимов и Хамид Шамсеев. Семь дней. Бардымский район. Пермский край.